Христос Воскресе! Поверьте на Воскресе! Этой пасхальной радостью мы делимся в эти дни. Мы наполняем себя, наполняем другим тем чувством, которые Господь нам дает. И это чувство радости, оно изменяет не только окружающий мир, но и нас самих. Мы знаем, что святитель Григорий Богослов назвал Пасху праздников праздник торжеством из торжеств, потому что этот праздник превосходит любые праздники, превосходит любые великие праздники, связанные даже с жизнью самого Господа, потому что оно отстоит, подобно как солнце, отстоит от звезд. И эта радость заключается в том благовестии, которое мы слышим о Воскресении Христово, потому что это основа нашей веры, основа нашего упования и освобождения от тьмы, и освобождения от смерти. И эта радость для нас открывает самую главную истину, без которой наша вера счастлива, по словам апостола Павла, о том, что смерти нет, смерть упразднена. Теперь каждый свободен, каждый свободен во Христе и причастен радости Христовой. И мы знаем, что каждый человек зачастую задается в себе вопросом в жизни, задумывается о смерти, о том, как этот момент настанет. И порой эти думы, они тяжелые, грустные. Мы вспоминаем, как кто-то из нас теряет близких, которые умирают, отходят из этого мира. И мы грустим, печалимся. Но весь о Воскресшем Христе дает нам упование о том, что разлука, которая здесь на земле, она временная, что смерть – это лишь сон, что настанет лишь тот день, когда восстанут все мертвые в обновленных телах и соединятся со своими бессмертными душами. И смерть для нас, для христиан, которые верят в воскресение Христово, которые верят о том, что смерти больше нет, заключается лишь только в переходе из жизни здесь на земле в жизнь другую, вечную, невидимую. И здесь мы вспоминаем, конечно же, и слова святителя Иоанна Златоустого, которые мы слышим в эти пасхальные дни, о том, что смерть – где твоя жала, ад – где твоя победа. Потому что Господь упразднил ад, Господь открыл нам путь к нему, Господь сделал нам дорогу к соединению с Ним и к спасению, открытой и не требующей от нас того страдания, которое было у людей, которые находились до просвещения Христова. Мы знаем, что трудно идти этим путем, но мы слышали утешающие слова, которые святой Иоанн Златоуст нам говорит, о том, что каждый, кто встал на путь, кто захотел Господу, будет спасен. И тот, кто пришел в первый час, и кто в последний, в одиннадцатый час, и тот, кто только начал подвизаться и только восхотел. Господь ценит любое намерение наше, то есть ценит то, чтобы мы стремились, чтобы мы слышали зов и откликались на Него, чтобы мы в своей жизни исполняли евангельские заповеди, исследовали тем путем, который Господь нам показал своей жизнью к Нему. И, читая апостола Павла, мы видим, что как же нам обрести эту радость Господню, радость пасхальную, которая присутствует в Господе. Мы слышим ответ, что жизнь должна быть в Духе. И, конечно же, этой радостью сопричастны те, кто старается вести благочестивую жизнь, из тех, кто, конечно, старается не осуждать, не отвечать злом на зло, прощать обидчиков своих, протягивать руку помощи тем, кто рядом с Ним, тем ближним, которые находятся в трудной ситуации, поддерживать словом, делом. Этой радостью соприкасаемся и те, кто приходит в Храм Божий, которые причащаются, которые соединяются в Таинствах Христовых. Но сегодняшнее благовестие нам говорит о том, что к этой радости призваны все. Все и те, кто и постился, и не постился, и кто забыл и вспомнил последний момент, и тот, кто на смертном одре увидел зов этот Божий, услышал зов Божий и открыл свое сердце Господу. Все обретают эту радость, все обретают это спасение. И для нас это великое откровение, великое утешение в том, что наша жизнь, конечно же, полна каких-то скорбей, трудностей, ненасти. И в эти минуты, когда казалось бы, что Господь нас оставляет, что нет помощи, мы должны взмолиться, обратиться к Господу, попросить Его об утешении. Господи, дай нам утешение, дай радость пасхальную. И мы, конечно, услышим слова, услышим слова, что вниди в радость Господа своего. И будем же в эти пасхальные дни сохранять эту радость, сохранять в своем сердце, делиться с ближними и давать надежду тем, кто потерял надежду в том, что Господь воскрес и смерти нет. Одна лишь только радость во Христе. Христос воскресе! Христос воскресе!